Здравствуйте, друзья. День 370. В глубоком тылу над российскими городами спокойно летают беспилотники. На этих кадрах из соцсетей в ночном небе Белгорода люди запечатлели беспилотники. Один такой, разбив окна, влетел в квартиру. Фюзеляж приземлился прямо на кровать. Лежали Путина, слушали, как наше ПВО щелкает украинские беспилотники, как орехи. А тут раз беспилотник в окно прилетел. В тот момент в общедомовой чат написало, что ребята так и так, в нашу квартиру был прилет непонятного изделия, неопознанного. Просим всех покинуть дом. Дом родной покиньте, пожалуйста, потому что мы Киев за три дня так и не взяли. Двор Садова 28, упал беспилотник. Заражены или нет, пока не знаем. Внимание! Внимание! Объявляется воздушная тревога! Всем немедленно проследовать в укрытие! А вот это то, что осталось от нефтебазы в ТОПСе. Как говорят официальные лица, переживать нечего, все под контролем. В самом деле, нет нефтебазы, нечего переживать. В Санкт-Петербурге закрыли целый аэропорт, отменили все рейсы, но перехват поднимали военные истребители. Внимание! Внимание! Объявляется воздушная тревога! Всем немедленно проследовать в укрытие! Внимание! Внимание! Объявляется воздушная тревога! Заместитель главнокомандующего сухопотными войсками Александр Матовников объясняет, где же это хваленое российское ПВО. Зачем ты замылил? Там все равно бипетки этой не видно. Можно в кинотеатре показывать. На первом ряду сидит, все равно ничего не увидишь. Добрый день! Валерий Владимирович, рады видеть, приветствую вас. Здорово! Здорово, Валера! Вечер в хату. Че, как дела? Лава идет, терпилы кипиш не поднимают. Я че звоню? Спецоперация пошла не по масти. Давай лапши навешай про то, что тут дороги ремонтируют, школы строят, детские сады, вот это все. Короче, простаков надо в телевизионной на першточнике обыграть. Очередное шапито для ватников. Перед телекамерами проезжают современные пусковые установки, с которых облезла краска. Тот самый случай, когда ржавую буханку в гараже покрасили лучше, чем новейший межконтинентальный баллистический комплекс на военном заводе. И вы помните, да? Доля современной техники в ядерной триаде 100%. Повышенное внимание, как и раньше, уделим укреплению ядерной триады. Доля современных вооружений и техники в морских стратегических ядерных силах достигнет 100%. Взять Шойгу, а вместе с его дочерью беззаботно загорают на пляже. Наконец-то небольшие каникулы. Смотрите, кто рядышком. Красивая какая Ксюня. Сейчас пойдем к Миланику. Наконец-то дыхай. Наконец-то каникулы, да? А что, так устали красиво жить на наворованные папкины деньги? Потерпи еще полгодика. Это март, апрель, май. В крайнем случае до конца лета. Я думаю, проблема эта решится. Загнивающая Швеция. Посмотрите, какая больница в городке, где живут всего 10 тысяч человек. Сегодня с утра я ехала в больницу. Сдавать анализы. Смотрите, как выглядит больница. 10 тысяч населения у нас. Так что, если ваша больница выглядит не так, спросите у своего правительства. Может быть, они что-то делают не то? Почему больницы у вас другие? Маленький городок, Милкрик. Маленький городок построила себе Алина Кабаева. На последнем этаже небоскреба в Сочи. Там есть кинотеатр. Кальянная, бильярдная, спа-салон. И даже две квартиры для обслуживающего персонала. Площадь квартиры Алины Кабаевой 2600 квадратных метров. Просьба затянуть пояса и отнестись к этому с пониманием. Катастрофа ждет всех, если это все не менять. Меня очень поразило, что сказали, что все поддерживают. Все поддерживают, по радио говорили. Я 24-го числа, я уже сразу вышла на Невский проспект с плакатами. А плакаты эти были у меня с 2014 года. Я вышла еще потому, чтобы убедиться, действительно ли все поддерживают. И все так рады этому событию. Оказывается, ничего подобного. Я убедилась. Просто людям не было возможности даже что-то написать или сказать. Сразу же забирали в автозаки. И дальше у них уже большие были проблемы. Увольнения и с учебы, и с работы. Я стояла, но молодые люди все-таки находили способы. Они по Невскому кругам бегали просто бегом и кричали. Нет войне, нет войне. А потом останавливались и говорили, что делать, как помочь. Как помочь Украине. Многие просто плакали даже. 8 лет назад у Бориса Немцова. Послушайте, золотые слова. Все это в одночасье, я подчеркиваю, в одночасье развернется на 180 градусов. Так же, как разворачивается на 180 градусов тотальное любое вранье. Вот в 30-е годы все были, немецкий народ был очарован Гитлером. А сейчас Гитлера все ненавидят. Но вот ровно то же самое будет с Путиным. Просто ровно то же самое. Один в один. Обычных работяг из Серпухова с саперными лопатками отправили на штурм в бетонного укрепрайона. Обращаюсь от лица мобилизованных солдат. Фирообороны батальон 1843. Город Серпухов. От 24.02.23 года. Нам был отдан приказ. По факту мы были брошены на штурм в бетонного укрепрайона ВСУ. Имея при себе стрелковое оружие и лопаты. В результате чего это стало просто бойней для нас. Мы обычные работники с гражданской профессией. Нас опять хотят отправить на штурм того же укрепрайона. Просим помощи в распространении и привлечении к ответственности виновных. Люди, которые поехали в чужую страну заработать денег на чужом горе, жалуются, что с ними поступили, как с людьми, которые поехали в чужую страну заработать на чужом горе. Виновных они просят найти. Где найти виновных, не подскажете? Где найти виновных, не подскажете?